Добрый вечер, я Евгений Енин на 4 канале итоги недели. Снова теракт, снова в метро, на этот раз в Санкт-Петербурге. 14 погибших, несколько десятков раненых. Как нам жить в ситуации террористической войны? Чем гражданское общество может ответить на теракты? От чего спасают рамки в метро? И вообще, чего добиваются террористы? Поговорим об этом. В студии итогов недели. Алексей Старостин, ИО, заведующего кафедрой политических наук УРФУ. Добрый вечер. И Константин Киселев, кандидат философских наук, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверное, стоит сказать вначале, что вот эта ситуация постоянно повторяющихся терактов, а крупные теракты в крупных городах в России происходят раз в год и чаще. Ну, редко какой год за последние, допустим, 15 лет обходился без такого. Это не что-то новое для политической реальности современного мира? Конечно. То есть это абсолютно известная всем вещь. Причем не только для современного мира. Имеется в виду, что не только для 21-го и 20-го века. То есть если мы посмотрим... Началось 19-го. Да. И раньше началось. То есть, ну, если говоря о современности, туда это 19-й век. Но если в древность еще углубляться, то террористические акты были и там. Нет, ну, такие евреи терроризировали римлян. Да, вспомните там ниндзя, которые были созданы для того, чтобы... Ассасинов вспомните. Масса всяких разных было организаций, которые занимались индивидуальным террором, иногда коллективным террором. То есть это все было. То есть это все пройдено. Современный терроризм это действительно 19-й век. Когда появляется то, что называется идеологией. То есть появляется идеология, появляется под этими террористическими актами уже не просто конкретный какой-то меркантильный интерес, династический интерес, а появляется идеология. Левая идеология, ультраправая идеология. Появляется террор. Террор, соответственно, идет. То есть либо это индивидуальный террор, либо террор, который совершают какие-то организованные группы. И государственный терроризм. То есть конкретные совершенно примеры государственного терроризма это у нас есть национал-социалистическая Германия. Это государственный терроризм, мы имеем Сталинский Советский Союз. То есть это все признано вот государственный террор. То есть все знакомо. Неново добавите? Совершенно согласен с коллегой, потому что это явление очень старое и соответствует вообще всей истории человеческой цивилизации. Единственное, что в последнее время, вот вы сказали, не обходилось в крупных городах последние годы, но три года все-таки крупных терактов после Волгограда не было. Нет, я сказал, что не все, но все-таки вот почти. Именно поэтому, наверное, этот теракт стал таким шоком для всей страны, потому что действительно давно у нас такого не происходило. Но учитывая те теракты, которые происходят на Кавказе, на нашем Кавказе, они там происходят практически каждый день, потому что обстрел, блокпоста это теракт, мы не воспринимаем, мы не слышим это как теракты. А когда это касается нас, это актуализируется легко, потому что вот отсюда я выхожу иду в метро. Конечно, Евгений, вы правы. То есть, конечно, это не единственный теракт, теракты совершаются достаточно регулярно. Вспомните, там, подрывы, опор, линии электропередач, да, для того, чтобы обесточить, там, Крым, например, да. Теракт, теракт конкретно, конкретно абсолютно. Если мы проанализируем то, что происходит вот там, то есть там мы увидим конкретно абсолютно террористическую деятельность с разных абсолютно сторон. Это исламский терроризм, ну потому что вроде как в основном вот сейчас, в последние десятилетия, может быть больше, в основном это исламский терроризм, мы об этом слышим. Мы вроде как это знаем или нет? Есть не хорошее слово такое, исламский терроризм. Для радикальных движений, которые базируются на базе исламской идеологии, есть специальный термин исламизм. Потому что все-таки нужно разводить одну из мировых религий великую и те группировки, которые прикрываются этой идеологией. Но, а Брейвика вспомните, это исламский терроризм, разве это исламистский терроризм? Если вспомнить левые террористические акты, которые были в 70-е и 80-е годы, наряду с представителями, там, выходцами из стран мусульманского Востока, да, в Латинской Америке сколько таких случаев было. И до эфира обсуждали статистику? Но в России-то вроде как мы столкнулись в основном с проявлениями радикального ислама. Вот смотрите, Евгений, значит, еще раз. Если мы берем теракты, наиболее нашумевшие в России, то есть которые совершались боевиками с Кавказа, идеология какая была? Это была не исламистская идеология, отнюдь. Это была там идеология, которую они называли национально-освободительной и так далее. Какие требования были? Это были не требования, связанные тем, что вот наша религия, там еще какие-то, это были нерелигиозные требования. Это были требования, связанные с конкретными политическими решениями. Освободить того-то, да, освободить этих. Соответственно, прекратить войну в Чечне, прекращение войны в Чечне, это отнюдь не исламистские требования, это 100%. Другое дело, то, что войны, как правило, шли там, где подавляющее население, это было мусульмане. И совершали мусульмане. Но мусульмане могут совершать разнообразные теракты. Ровно так же, как представители иных совершенно религий. Поэтому, вот что это был за последний акт, я вообще не знаю. Никто не взял ответственности. Просто не знаю. Что под этим стояло? Социальные требования о том, что нам мало платят зарплату, там и так далее, да, то есть какие-то увеличьте нам зарплату, там еще что-то такое. Требования открытия, либо закрытия границ, не знаю. Либо это исламистские какие-то требования, тоже не знаю. Никто не взял ответственности. В этом и удивительно, на самом деле, потому что произошел террористический акт, и обычно группировки стремятся, чтобы себя пропиарить, взять ответственность на него. Ну да, причем даже те, которые не совершали. Да, притом бывали случаи в истории, когда три группировки там брали за один и тот же террористический акт на себя ответственность и так далее. В этой ситуации страшно другое. Террористические акты совершил человек, который с подросткового возраста жил в России и имел его гражданство. Он получил гражданство в 2011 году и сразу приходит на память террористический акт в лондонской подземке 2005 года, который совершили четыре террориста-смертника, родившиеся в Великобритании, получившие там образование. И ведшие образ жизни такой же, как среднестатистический британец. Так вот, радикальные исламисты, которые совершают теракты в Европе, это очень часто люди с гражданством европейским, вырывшие там, где-то в каких-то анклавах внутри городов. Вот в том-то и дело, что эти ребята, которые в Лондоне взорвали в 2005 году, выросли не то что в анклавах, они вели обычный образ жизни, ходили в бары, пили пиво, у них были девушки, работа, и никто бы не подумал на них. Тогда скажите, как специалист по исламу, а как это им удается? А вот тем, кто, ну, наверное, они не сами договорились, додумались, наверное, под каким-то внешним влиянием. Вот, была очень интересная книга, перехвачена нашими спецслужбами в 2015 году, которую игиловцы распространяли среди потенциальных террористов. Это 60-страничная брошюрка, в которой были советы, как замаскироваться и как готовить террористический акт. Это реклама? Нет, это не реклама. И там говорилась совершенно страшная вещь. Будьте как они. Ведите себя так же, как они. Одевайтесь так же, как они. Брейте бороды. Не выделяйтесь ни с чем из толпы. Можно пить алкоголь. Меня интересует другое. Как человек, ведущий европейский образ жизни, вдруг проникается идеями радикального ислама и убивает себя, убивая при этом, ну, с его точки зрения, как можно большее количество неверных? Тут два варианта. Либо он сознательно маскируется, либо он сознательно маскируется под человека, ведущего светский образ жизни, но внутри у него есть вот эти идеи радикальные, которые он воплощает в жизни путем подрыва. Либо это человек действительно, который вел данный образ жизни, но что-то происходит с ним, что-то на него повлияло, какие-то вербовщики взяли его в оборот и внушили ему эти идеи. Исходя из ситуации, мы можем предположить, есть намеки в прессе, что вот этот теракт тоже совершил человек, попавший под влияние радикального ислама? Скорее всего, я склонен полагать, что да, хотя нужно ждать окончательных версий следствия, окончательной версии. Потому что действительно парень на протяжении шести лет, судя по публикации, работал. Вы и ваши коллеги говорили, что вербовщики ИГИЛ, запрещенные на территории России, они работают. Они работают безусловно. И не только через интернет, и лично здесь у нас на территории Российской Федерации. И не только у нас, а говорят, что завербовали его там, в Киргизии, когда он ездил туда. И вполне возможно воздействовать на человеческую психику. Ну вот смотрите, да, это действительно реальная психология. Вот после вот этого теракта, что произошло, я сейчас не буду называть субъект Российской Федерации, то есть человек понасмотрелся телевизора, понаслушался этой государственной пропаганды. И вдруг ему в голову пришло, что в деревне там Н сидят, да, он сжег деревню. Ну это сумасшедший просто. И вот там тоже, вот примерно такое же отклонение в психике. То есть как можно взорвать себя, вот ровно то же самое. Но это делается под воздействием определенных технологий, да. Тут масса случаев, когда... Я к чему? Избыточность пропаганды, какой бы она ни была, да. То есть вот сознательная, игиловская запрещенная, да, там у нас. Смотрим мы государственное телевидение. Вот люди точно так же берут оружие, едут куда-то с этим оружием, ставят свою жизнь на контом и так далее. Разница небольшая. Чем отличается современный терроризм от терроризма, ну скажем так, классического? Конец 19-го, начало 20-го века, 2-я, 3-я 20-го века Европа. Ну не будем трогать Татинскую Америку, просто не очень хорошо разбираюсь в тамошней ситуации тогда. От современного. И отличается ли? И чего добивается терроризм? Прежде всего, раньше адресный терроризм был. То есть убивали каких-то государственных деятелей, губернаторов, царей, премьер-министров. Так, считая, что убив, в кавычках, государственных сатрапов, да, можно изменить ситуацию. Сейчас теракты стали массовыми. Главная цель это посеять панику среди населения, чтобы оно повлияло на правительство, например, чтобы те приняли нужные для террористов решения. Вот отличие главное. Ну то есть, если это ИГИЛ, то уйди Россия из Сирии, так получается? Ну скорее всего, да. Да, безусловно. То, что если вы будете дальше там находиться, мы будем дальше совершать нападение. ИГИЛ взял на себя ответственность за расстрел сотрудников полиции, Росгвардии в Астрахани на этой неделе. В Ростове нашли бомбу, замаскированную. Ну там вроде личная месть была. Там личная мать. Но это тоже террористический акт. Тем не менее. Чем отличается современный терроризм? Значит, прежде всего, по последствиям и по эффектам. То есть, если терроризм 19 века был направлен, и это был скорее всего индивидуальный терроризм, на конкретных совершенно людей, то теперь террорист рассчитывает не просто на то, чтобы уничтожить кого-то, убить кого-то, убить даже группу людей, что страшно. Он рассчитывает на те эффекты, которые затем пойдут. То есть, эти эффекты связаны с тем, что средства коммуникации совершенно иные сегодня. То есть, нежели были в 19 веке. Совершив теракт, условно говоря, в городе Н, мы получаем эффект по всей стране, а то и по всему миру. Нет, но теракт Сараева имел последствия по всему миру. Теракт Сараева, да. Но это было убийство конкретного лица, после которого неизбежны были некие действия. Здесь мы получаем психологические эффекты для страны в целом и для всего мира. То есть, вот на это террористы рассчитывают. То есть, они не охотятся над жандарскими полковниками или гауляйтерами, а бьют по мирным гражданам. Они бьют, да. Они совершают вот это. А эффект получается, без разницы где. То есть, ну, есть, конечно, выбор. То есть, взорвать где-нибудь село Пупкино, либо Санкт-Петербург. В этом смысле есть эффекты. Но там... Тем более, когда там находится... Да, не дай бог Екатеринбург, не дай бог там какой-то любой другой город. То есть, эффект будет ровно то же самое. Но ведь, насколько я понимаю, чаще всего классический терроризм – это терроризм, совершаемый гражданами страны, внутри своей страны, с целью изменения государственного настроя. Не всегда. Есть международный терроризм. Не всегда, не всегда, конечно же. Совершенно верно. То есть, наиболее распространенные вещи, то есть, связанные как раз с конкретными проблемами в конкретной абсолютно стране. Вот в России было ровно то же самое. То есть, и в 19 веке это было, когда были анархисты и прочие леваки. Когда были бомбисты из народной воли и так далее. То есть, это мы проходили. Это внутренние проблемы. Сегодня мы сталкиваемся то же самое с внутренними проблемами. Поэтому я вообще ни краем не верю в том, что мы остановим терроризм где-то там на дальних подступах, воюя в Сирии. Нет. С терроризмом надо разбираться только здесь. И причины терроризма не там. А они вот здесь внутренние причины. Там и социальные, и прочие другие. И агитаторы вот этих международных террористических организаций, в том числе и бьют на это, апеллируя на то, что вас ущемляют здесь. Здесь не дают вам жить, согласно законам религии. Кто-то поддается на эту пропаганду. И в 2014, в 2013, в 2014, в 2015 годах были массовые отъезды людей. Есть мнение специалистов, даже назову Роман Силантьев. На лагеря. Нет, ну на Ближний Восток. Ну я имею в виду, да, я об этом говорю. Некоторые специалисты считают это благом, потому что тот радикальный взрывоопасный элемент, который мог совершить теракты здесь, весь уехал туда. И потом прилетели наши самолеты и начали их там утюжить. Поэтому в определенном смысле это прошло на пользу стране, поскольку элемент, который мог вести подрывную деятельность здесь, был уничтожен там. Другой вопрос, что не все, конечно, и сейчас есть проблема с возвращением этих людей, да, ИГИЛа слабо финансово. И не только их, и не только их. И организационно. И люди, которые возвращаются сюда, должны, безусловно, все браться под особые контроли, и дальнейшая судьба их должна решаться в процессе уголовного производства. Но все-таки, если цель террористов изменение государственного строя или освобождение страны от тех, кого не считают оккупантами, ну, ирландский терроризм, англичане, уходите, еврейский терроризм, опять же, тоже англичане, уходите, и у них это получалось в какой-то степени. Баскский терроризм. Не так ли? Не так ли? То сейчас все-таки это терроризм, направленный с территории одной страны на территорию другой страны. Но вопрос в том, чтобы Россия ушла из Тирии или чтобы всемирный халифат построить? И то, и то. Потому что для того, чтобы построить этот так называемый всемирный халифат, нужна экономическая база в виде определенной территории, создания государственных структур, которые они начали строить, и постепенное расширение этой территории. А когда, извините, самолеты летают, бомбы сбрасывают, мешают, уничтожают инфраструктуру, конечно, о построении никакого халифата речи не идет. И самая главная задача это нанести противнику как можно больше урона и желательно на его территории. Вот как мыслят эти террористы. Вот опять смотрите, опять скатились куда? Опять скатились в исламистский терроризм, хотя не ясно, что это такое. Я глубоко уверен, что основные причины, еще раз говорю, не международные. Если бы эти деньги, которые были потрачены на войну в Сирию, были бы потрачены на решение социальных проблем здесь, то есть мы сделали бы для ликвидации терроризма гораздо больше, нежели отправляем туда миллиарды и отправляем туда миллиарды. А эти люди обратно возвращаются совершенно верно. О том, что можно сделать нам, не силовикам, как мы можем бороться с терроризмом, как мы можем ответить, как должны ответить на теракты, мы поговорим сразу после рекламы. Спасибо. Спасибо.